быстренькая распаковочка анбоксинг, больше не обзор фитнес браслета QS90 приходит он в такой вот коробочке показывает его возможности мультиспорт мониторинг сна, давление пульсометр фотографировать можно при нажатии на браслет телефон фотографирует то есть надо до кнопки тянуться, будильник сидячее напоминание сообщение, которое вам приходит звонки все отображаются относительно на некорявом русско-английском языке будем так говорить а не китайскими иерогрифами при сопряжении язык подтягивается с телефона то есть как бы у вас там настроено так оно будет пытаться отразить все в приложении приложение используется в фондах емкость аккумулятора как заявляет производитель 70 мА время зарядки около 2 часов держит около 5-7 дней несмотря что тут у нас указан IP67 как заявляет производитель у них можно купаться и даже есть функция в спорт режиме как плавание то есть скорее всего с такой функцией тут должно быть не 67 а 68 на практике воды действительно не боятся насколько он корректно отображает спорт режим как плавание это вопрос спорный это мы все проверим как он меряет пульс в таком мере давление и будет в следующем выпуске также будет сравнивание его с такими вот это номер один фирма F4 моделька и также с Mi Band 2 и быть может даже с третьим если он не сильно долго придет продолжаем анбоксом коробочка выглядит это у нас QR-код для установки приложения приложение напоминаю нас Fundo все его по-разному называют сыроватенькое перевод корявенький на наш язык но периодически приходит обновление на него так вот выглядит браслетик зарядочка мануальчик с одной стороны на непонятном китайском но тут у нас английский идет опять же код для скачивания картинки настройки это у нас идет тоже с Fundo взято краткое описание то есть какие есть мониторы шагомер пульс бег виды спорта ходьба велосипед футбол баскетбол бомбинтон теннис и и было плавание как-то может старый мануальчик из первых моделей при подключении приходит обновление сопряжение с телефоном по блютузу тоже довольно быстро неплохо смотрим зарядку рассмотрим крабик прищепка и обыкновенной USB как мы видим длина не сильно большая для подключения компьютера вполне хватит на работе включили мы видим в прищепке у нас с одной стороны контактная группа на часах на враслете у нас находится сбоку то есть подключить мы можем только в одном положении если мы захотим неправильно подключить физически нам будет очень проблемно поэтому особо мы не перепутаем пристегнули как немножко подмагничено то есть попадает легко в эти пазы в таком вот виде заряжается и мешок сделаны как у ми-бенда в таком же принципе большую петельку петельку вот так он сидит на руке то есть на руку увидим что-то много как бы еще отверстий у нас осталось можно на довольно широкую ремешок ремешок мягенький больше как пластмассовый на ощупь чем как резина каучук для сравнения с первым с четвертым как мы видим размер экрана примерно одинаковый чуть-чуть поуже тут у нас как бы часть такая нерабочая то есть на руке сидит я бы сказал удобнее чем F3 F4 по браслету браслет F4 на мой взгляд получше выглядит понадежнее как бы кнопка тоже держится нормально выйдем реагирует быстрее на поворот он еще как бы не настроенный от фунта поэтому как бы есть свои отличия у нас был кратенький анбоксин более детальный обзор будет чуть позже также будет сравнение друг с другом насколько точно показывает возьмем специальный приборчик проверим пульс давления пройдемся по шагомеру по расстоянию насколько он корректно отображает читает шаги дистанцию плюсы минусы посмотрим не пропускаем подписываемся